За ходом голосования в Волгоградской области пристально следят не только кандидаты, партии и наблюдатели, но и в центре сберкоме. С отчетом о том, как проходят выборы на территории региона перед федеральным руководством в формате видеоконференции, сегодня выступил глава области сберкома Геннадий Шайхулин. Отрадно, что у нас выше явка, чем традиционная на федеральных выборах. Для нас это отрадно, это некий показатель успешной информационной работы. Люди на участке идут. Во всяком случае, по данным на 10-12 часов, этот показатель превышает на несколько процентов традиционные показатели явки в городе Волгограде. Зам. председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев хотел услышать больше конкретики. Его интересовали промежуточные данные явки, исправность работы системы видеонаблюдения и жалобы на ход голосования. Жалоб совсем немного. В день голосования их поступило всего 10. Мы сейчас с ними со всеми работаем. Ну, характер в основном требующий консультации либо пояснений. Какие-либо проблемы, которые могли бы появляться на голосование, подсчет голосов и достоверность, или подорвать атмосферу доверия к результатам выборов мы не находим. Ну, наверное, самая такая вот, которая запомнилась мне лично, жалобы коммуниста, кандидата Таранцова на голосование военнослужащих, приписанных к избирательному участку воинской части в Камышине. Мы считаем, что оснований для обжалования нет. Я думаю, что мы найдем аргументы убедить уважаемого кандидата в том, что позиция Камышинской избирательной комиссии основана на законе. Своими впечатлениями о едином дне голосования поделились и представители общественных объединений, уполномоченный по правам человека в регионе Валерия Ростовщиков и председатель областной общественной палаты Татьяна Гензе. У них на рекане к ходу голосования нет. Первым озвучить предварительные итоги голосования сегодня рассчитывает директор фонда Институт социальных и экономических исследований Михаил Шевиков. Опрос избирателей, которые уже сделали свой выбор, его сотрудники ведут на 200 участках. Это, на первый взгляд, выглядит как-то даже странно, когда человек выходит из избирательного участка, у него спрашивают, за кого вы проголосовали, за какую партию и за какого кандидата. Но на самом деле это такая общемировая тенденция, это проводится во всех странах мира, и это успешно очень проводится. Ну и вот 200 наших человек – это дополнительная гарантия честности и легитимности выборов. Согласно избирательному законодательству, публикация данных социологических исследований пока противозаконна. И как только в Калининграде закроются избирательные участки, я думаю, что мы познакомим общественность с первыми результатами. И, может быть, мы станем действительно такими ньюсмейкерами, которые первые расскажут о таких реальных результатах выборов. Подогреть интерес лугоградцев к выборам избирком региона надеется в том числе за счет установки на центральной набережной большого плазменного экрана, на котором демонстрируются данные по явке избирателей и видеотрансляция с участков. По состоянию на 16.00 особого оживления вокруг огромного экрана не наблюдалось. Однако к вечеру комиссия обещает здесь повышенное скопление политиков и общественников, которые подведут итоги выборного дня. Предварительные результаты голосования избирком может озвучить уже сегодня ночью.